Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Ну, на самом деле, как мы говорим, это уже в нескольких выпусках мы это говорили не только для тех, кто любит Python. На самом деле и наши мероприятия уже становятся мероприятиями не только про Python, а и об этом мы тоже сейчас немножко расскажем. Но прежде хочу сказать, что мы традиционно снимаем и записываем наш подкаст в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое за поддержку. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf, Russian Python Week и курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. Сегодня с вами Григорий Петров, деврел компании Evron, юнгелист Moscow Python, Слата Буховская, тимлид компании NVIDIA, юнгелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и Drylabs. И сегодня у нас в гостях Греб Михеев, сооснователь сетёкомпании Beta, участник круглого стола на конференции Russian Python Week, который будет посвящён удалённой работе. И ещё по самовестительству руководителя программного комитета конференции Frontend Conf. Я правильно назвал? Кстати, у вас тоже будет такое онлайновое мероприятие, да? Вы готовите? Да, мы тоже перешли в онлайн. Когда он у вас? В конце сентября, в начале октября. В конце сентября, в начале октября, обратите внимание, заходите, ищите конференцию, заходите на сайт, регистрируйтесь. Прекрасная конференция, которую делают наши партнёры, компания Ontyka, как и все прекрасные конференции, которые делает компания Ontyka. И да, мы говорим не только про Python, и что интересно, на Russian Python Week у нас будут спикеры не только из мира Python. На самом деле довольно много будет спикеров, тех людей, которых вы, наверное, знаете из других, так сказать, отраслей IT. С некоторыми из них мы, например, поговорим о том, как Python выглядит со стороны, со стороны человека, который Python не очень знает, скажем так, и так далее, так далее. Будет много всего такого интересного. Ну, а с Глебом, да, мы сегодня решили поговорить про удалённую работу. Мы вот общались до того, как начали запись, и мы выяснили, что у нас есть такие две четкие позиции. Во-первых, обе компании занимаются, ну, в той или иной степени заказной разработкой, да, компания Euron и компания Beta. Но при этом компания Euron всю жизнь была на удалёнке, да, а компания Beta до известных событий 2020 года работала в основном в офисе. И, по сути, события 2020 года стали стимулом для перехода на удалёнку, вынужденным, да, для многих из нас. Интересно, как это получилось, и что получилось, и какие выводы из этого, может быть, вы сделали. Вот сегодня мы об этом поговорим. Ну, расскажи немножко историю, как работалось до начала пандемии, и что случилось. Ну, смотри, когда мы ещё были совсем маленькими, мы очень плохо представляли, как вообще можно работать удалённо, потому что вот это чувство плоктя, коллективность, да, то есть вот, когда решаешь какую-то задачу, ты со всеми коммуницируешь, и у тебя становится ощущение, что, типа, ребят, я не представляю, как вот такая ежедневная плотная работа может происходить удалённо, да. И с этим мы вообще жили достаточно долгое время, там, и только спустя, там, типа, 7, наверное, лет, вот, там появились первые прецеденты, когда мы поработали с ребятами пару лет, потом он куда-то уезжает, но ты же его знаешь, да, ты уже с ним сработался, и ты можешь работать удалённо. И вот у нас очень медленно это всё происходило, вот. И только вот буквально, там, вот в прошлом году мы вообще поверили в то, что можно работать удалённо с парнями, с которыми ты раньше не работал, ну, с ребятами, с девчонками, вот. И так у нас начались пробы с удалёнкой, да, и когда вот случилась вся вот эта штука с ковидом, вот. У нас достаточно легко это всё произошло, то есть в разработке очень легко, да, потому что так получилось, что все как-то уже атомизировались, там, по парам разбились, работают себе и работают, там, абсолютно неважно, где ты там сидишь, работаешь, наоборот, даже дома, вот, например, у меня лично дома, я намного круче перформлю, потому что меньше глупых отвлечений, а пойдём покурим, а кто-то там что-то обсуждает, а ты понимаешь, что я не право, надо срочно к ним прийти и помочь, да, что, о, подождите, и там дальше там производится, о, подождите, или там дальше ещё какая-то штука, да, и ты, короче, ты не отвлекаешься, ты вот, а поскольку я достаточно много и долго продуктивно программировал, я научился вот этому, как сказать, вводить себя вот в этот так называемый поток, да, и поэтому в целом, типа, ты постоянно находишься в состоянии потока дома, иногда вныривая, там, грубо говоря, раз в час проверить, там, почту проверить телеграмму или, там, созвониться, и получается так, что если я езжу дома, у меня там произведение сразу в три-четыре выше, чисто вот если говорить о том, когда я программирую сам, да, когда, например, какую-то менеджерскую функцию исполняешь, тут зависит от того, что за функция, какие-то общие пространные разговоры, да, конечно, их очень много в офисе, да, и они полезны, и их абсолютно нет дома, а дома, это как бы цель, вот, ты созваниваешься, обсудить, сели, поговорили, пришли к какому-то выводу, всем спасибо, выключил зум, дальше делаешь свои дела, то есть, поэтому мне по кайфу, но вот, например, допустим, моему партнеру, который занимается дизайном, и у него очень много креативной работы, у него осталась вот эта штука, что вот надо плечом к плечу, да, и ему невыносимо сложно, потому что, ну, и, как сказать, это ему лично непривычно, да, не такого сладкого человека, ему нужно постоянно чувствовать вот ощущение, что вот мы вот рядом, с тобой что-то… Да, и креатив, наверное, там на доске что-то там нарисовать с коллегами. Да, и то есть там нельзя в зуме нарисовать там пару кружочков, палочку, черточку, и сказать, смотрите, вот мой креатив, да, и оно получилось, оно так не работает, вот он, против этого страдает, но я, наоборот, получается, что выигрываю, вот такая вот история. Ну, то есть, соответственно, зависит от одной стороны от того, чем ты занимаешься, с другой стороны, мне кажется, зависит от условий, которых ты занимаешься, потому что для многих переход домой стал, наоборот, выходом из состояния потока, достаточно серьезным. Ну, конечно, в условиях у тебя дома еще и дети, и, в общем, много всего. Ежи так кивает головой. У тебя детей-то нет, насколько мне? У меня детей нет, но я 20 лет работал в офисе. 20 лет я работал в офисе на Кровавой Интерпрайсе. Я даже в Еврон сидел в офисе вместе с двумя своими коллегами. Не обязательно это было? Да, это было совершенно необязательно, но мне очень нравилось сидеть в Сити в офисе. Потом случился зомби-апокалипсис, и теперь вот я работаю из дома. Для меня это до сих пор шок, стресс. Я капываюсь в кабинете, выключаю все. Но, в целом, как-то уже даже начало немножко получаться. Вот. Ну, там еще очень помогает то, что наш процесс, то, что все-то мои остальные коллеги уже 10 лет это делают, и они мне рассказывают и показывают. Ну, и мы это в докладах на конференциях время от времени рассказываем. Так что опыт, конечно, есть. Но, цитируя Westworld, это, конечно, можно, но очень непросто. Я не могу сказать, что вот прям так удаленная работа, это по щелчку пальцев взял и начал. И небольшой такой спойлер, я там с нашими HR-ами, рекрутерами готовлю доклады, которые, возможно, будут в удаленной работе. и они говорят, что вот прям по их опыту, по их опыту есть некие коррелирующие признаки. То есть, люди, у которых хорошо получается удаленно работать, они, как правило, уже удаленно работают. А если человек никогда удаленно не работал, то шанс на то, что у него будет именно вот хорошо получаться с нуля, ну, он такой, я бы даже сказал, что поменьше 50%, хотя там выборка не очень большая. Могу, кстати, еще дополнить, что из моих наблюдений, если тот, кто уходит на удаленку, он был активным членом команды, говорил, а вот давайте сделаем, там, кого-то собирал, агрегировал, ему проще, потому что он самодостаточен. Он как боевая единственная, грубо говоря, ты его выпускаешь, говоришь, я поехал там, вернусь через 3 месяца, да, и вот он, ты возвращаешься, он, что-то там даже что-то делает, что-то собирает там ребят там всякие зумы, вот такие вот чуваки, они красные удаленки, очень комфортно выживают, либо эти перформеры, то есть он просто тасков набрал, на 3 дня пропал, вернулся, говорит, я переживал, давай еще, вот такие тоже очень хорошо удаленки сидят, а эти, которые, кажется, видишь, новые такие, я не знаю, что это, мама, помоги мне, вот они абсолютно не могут, ну, потому что они, их от сиськи отрываются, и просто отрывают сиськи, и просто вот оставили одни в пустой комнате, им страшно. Ну, тут надо сказать еще, конечно, что да, действительно, ковид стал таким экстремальным испытанием, потому что это не просто переход на удаленку, это переход вообще в другое состояние, мы, когда это все только начиналось, мы записывали удаленно подкаст, у нас есть несколько удаленных выпусков подкастов, и вот один из подкастов с Ильей Лебедевым как раз это обсуждали, да, то есть вопрос самого по себе психологического состояния, когда ты находишься, просто на удаленке ты, ну, по сути, ты должен сидеть безвылазно дома, тебе говорят, по крайней мере, так делать, и ты не можешь отвлечься, я сам работаю на удаленке, как я уже это упоминал, опять же, вот сколько, практически сколько я работаю, столько я на удаленке работаю, я работаю, я уже год 15, вот, и было все нормально, но, как сказать, срывы случались, ну, скорее вот из-за ситуации такой ковидной, когда ты, да, у тебя планы на поездки расписаны там, но я смотрел у себя, вот четыре поездочки, там, разные места, и это все так, ну, вычеркиваем, вычеркиваем, страдаешь, беспокоит вопрос все-таки построение вот этой вот атмосферы в компании, которую, ну, тяжелее строить все-таки на удаленке, вот, сейчас мне, допустим, довольно комфортно работается на удаленке, но сейчас у меня есть возможность вернуться в офис, одну из первых, и, как бы, я вот не знаю, воспользоваться ли это, воспользоваться? Ну, как бы, смысла на самом деле нету, потому что я приду и там буду одна сидеть. То есть только если у тебя дома там сложности, так, то есть у тебя нету. Да, у меня как бы нету, но тут проблема в том, что на самом деле есть все-таки проблема, недостаток вот строительства вот этих вот социальных связей, которые там в курилке, на кофепойнте завязываются, и с этим совершенно непонятно, что делать, потому что если в постковидное время разрешат, допустим, ну, больше начнется удаленки в жизни как бы людей, а вот эти вот кофепойнтные, кофепойнтный этот креатив, он исчезнет, эту проблему все равно нужно будет как-то решать. И мне кажется, что, ну, не во всех компаниях об этом как-то задумываются. есть всякие разные технические ухищрения, например, сейчас очень популярен Spatial Chat. Это штука, где каждый участник представлен такой своим маленьким кругленьким видеостримом на виртуальном пространстве, и можно мышкой себя двигать, и когда ты подходишь к такой же группе кружочков, то ты их начинаешь слышать. Вот мы, например, в Euron регулярно устраиваем неформальные посиделки, то есть каждый сидит у себя дома, мы все заходим в Spatial Chat, там несколько комнат, красивые картинки, мы сидим там с пивом, вином, фрешем, и вот мы в пятницу вечером, например, полчаса, час, два часа, кто-то за позднего вечера социализируемся. То есть это такая совершенно неформальная посиделка, курилки, можно поделиться какими-то новостями, поспрашивать, кто что делает, и оно прям вот реально заходит. Ну и, конечно, внутренняя инфраструктура, вроде слаков и прочего, оно тоже жизненно необходимо. Иначе вот мне очень понравилась формулировка Глеба, да? Мои памятные имена, она вот просто не держит. Ты на протяжении лет это мне говоришь. Это всем говорю, потому что надо работать с ожиданием, потому что в какой-то момент, когда ты действительно забываешь имя, для человека обычно это культурный шок. Так вот, мне очень понравилась формулировка про то, что у многих людей, которые начали работать удаленно, может возникнуть ощущение, что их оставили один на один с чем-то. И особенно, когда ты работаешь в высокотехнологичной отрасли, а мы-то как раз заказная разработка, которая любит сложные проекты, то есть к нам приходят с рестораном будущего, мы говорим, да-да, и вот эту вот биржу тоже, и вот ту интеграцию с ракетой тоже сюда давайте, вот мы это все будем делать, да, и растик тоже сюда положите. Вот эти сложные вещи, а потом разработчик садится и говорит, что-что, блокчейн, контракт, какой-то язык программирования, и очень важно, чтобы была инфраструктура, чтобы было с кем поговорить, и была выработана культура компании, чтобы люди действительно говорили, потому что, к примеру, в разных странах совершенно разные культуры задавать вопросы, и в России, к примеру, есть мнение, что у нас вопросы задавать не приняты, в школе обучают, да, что если ты задаешь вопросы, вот, то ты плохой, что ты не учил, что значит ты не знаешь, задавая вопросы, ты ставишь себя в слабую социальную позицию, ты показываешь свое незнание, показываешь, что никто не хочет так, поэтому годами нужно выстраивать отношения, дальше новый человек приходит, видит в чате, вот прям регулярно там какой-нибудь чат внутренний по расту, куда стекаются вопросы, с каких-то эндашных закрытых проектов, с которых, соответственно, эндашная инфо откусили, остались только сами вопросы, и люди приходят, спрашивают, а другие отвечают, человеку вначале непонятно, потом любопытно, а потом он через полгодика, год и сам, втягивается, если он видит, что можно задавать вопросы, люди реально отвечают, они начинают его чморить за словами, да что ж ты такой лох, то что ж ты не пошел в документацию, она же вот лежит, если у тебя была телепатия, ты бы сразу понял, что она вот лежит, и вот в 54-й параграф, под пункт 2-й, 7-я строфа, там же это написано, если бы ты потратил 20 часов на то, чтобы всю эту документацию почитать, то бы, конечно же, нет, такого нет, если видно, что люди отвечают и готовы рассказать, то прям вот, автопик, у Яманова, который Ньют делает, у него есть телеграм-канал, и я сейчас там для педпроекта активно использую Ньют, иногда, иногда что-то спрашиваю, Яманов отвечает, и каждый раз, когда я спрашиваю, мне стыдно, что, ну как же это такое, вот я не сел, не разобрался, сам не сделал, я же могу, я же фулл стек, у меня же отладчики вместо пальцев, вот, и я вот иду, и Яманова спрашиваю, и он, наверное, отвлекается, какой-то дурацкий, нюбский вопрос, я же, наверное, как, Денис Ильич, пятался, но нет, я смотрю, там люди такие же, нюбские вопросы отвечают, Яманов вот уже больше года сидит, и всем рассказывает, отвечает, что, Гриш, ну вот тут у Мозилы баг, тут у Иджа тоже баг, поэтому сейчас надо делать вот так вот, а здесь нужно у всех элементов делать префикс, ну, а дифт там использовать не можешь, и постепенно втягиваешься, и нормы меняются, ты понимаешь, что, ну это норм, никто на тебя не проявляет агрессию, можно задавать вопросы, можно задавать другие вопросы, а есть специальные люди, специальный менеджмент, который сидит, обеспечивает то, что никто не проявляет агрессию, который обучает людей, а если что случилось, то сообщение потихонечку удаляется, а тому, кто его написал, пишут, что сейчас я тебя научу, как правильно людьми манипулировать, и объясняют, вот как лучше писать. Вся вот эта клевая культура, ее надо делать, ее надо выращивать, сама она волшебным образом, к сожалению, не возникнет. Да, и кстати, раз уж мы об этом заговорили, на наших курсах, мы тоже все время говорим нашим ученикам, что надо задавать вопросы, чат, очно, если это оффлайн-встречи, и так далее, и тому подобное, наверное, действительно, для начинающего разработчика, это первая задача, действительно, как Гриша правильно сказал, преодолеть, вот эту, может быть, культуру, блейминга какого-то, переучиться, на счет вопросов, переучиться. На самом деле, очень животрепещущий вопрос, я прям сижу, вас слушаю, и отмечаю, что я, значит, буду обсуждать один на один со своими ребятами. Есть в некоторых компаниях, проектах, продуктах какой-то такой исторической легоси, где вот было много инженеров, и там считается, что настоящий такой трушный инженер, он должен все знать, и как бы это как раз приводит к тому, что стыдно что-то не знать. И автоматически джуны, которые меньше знают, они, ну, то есть дедовщина такая возникает, вот на основании вот этого вот знания, которое священно, им обладают какие-то там богоподобные сеньоры. А по факту просто детский инфантилизм на самом деле, потому что детское черно-белое мышление это самое простое мышление. Это хорошо, это плохо, пятерка молодец, двойка, а та, а те по жопе. И вот просто проблема, именно образование только вчера, короче, мы уже сейчас ходим в офис и по пятницу там бухаем. Вчера пили пивку, значит, общались. Над тем, что есть же вот проблема, вот сейчас прямо вот будет там небольшая зарисовка, а вот всех проблемах, которые у нас есть при взаимодействии, типа боязнь ошибиться, например, есть люди, которые боятся ошибиться, он косякнул, да, и что-то случилось. Ты просто говоришь, блин, братан, слушай, тут косякнулся, сейчас объясню, в чем проблема, эти справки. Не, я не косячил. Да не, ну смотри, ты вместо нолика написал ничку. Ну и правильно написал. И вот человек, он не хочет даже попытаться подумать, что вдруг он не прав. И он, боясь его, начинает отрицать. И вот уходит, ты рыцал, ты говоришь, ну это же пирамидка, черная. Мне все говорят, что белая, нет, она белая, да черная, вот посмотри, нет, она потеплела от этих ламп, ты посмотри, черная впитывает тепло, ну потрогай, ну давай мы на это посмотрим. И он будет отрицать, ругаться, взвинчиваться, визжать, впрыскать там, не знаю, всякой кислотой, да, и вести себя как-то токсично, только чтобы защитить свою позицию. Вот есть проблема, откуда она вообще идет, если немножко подумать, да, то есть типа нас в детстве, всю жизнь, я сейчас имею ввиду и детсадовская, и школьная, высшее образование, и вообще модель вот этого типа как бы образования в целом и подхода к воспитанию, он говорит, что есть вот хорошо, есть плохо, плохо а-та-та, хорошо нормально. И получается так, что типа хорошо, это просто норма, да, само собой разумеется, то есть ты должен быть хороший, а если ты косячишь, не знаю, ты там, что ты прыгаешь как дебил, да, или не знаю, там, неправильно садись, два фуда. Извини, на эту тему недавно видел картиночку дневник, и, ну собственно, как вот эта пометка, там плохо себя вел, да, условно на уроке, написано, улыбался на уроке. Россия, Россия для грустных. Да, Россия для грустных, прости, ну-ка давай-ка проваливай отсюда. Вот, и смотри, и что получается, и по факту у нас, как бы, да, изначально, это те рамки, в которых тебе стыдно ошибаться, ты по дефолту должен быть вот этим, каким-то сеньором помидором, что-то там знать, да, и поэтому все остальные вокруг лохи, да, и это люто, вот твой коллектив, как только он становится таким, он люто теряет кучу возможностей, нанимает нормальных ребят, которые еще просто чуть-чуть молодые, токсичное поведение становится, да, там, проблемы скрываются, да, вот, например, ошибка плохо, будут скрывать проблемы. Блин, ты представляешь, как это хреново? Это первое. Второе. На чем ты учишься, как правило? Ты не цитаты из учебников заучиваешь, да, а ты метантыка делаешь ошибки, делаешь выводы, и у тебя формулируется, как бы, вот свое собственное представление какой-то условно-объективной реальности, да, субъективное представление объективной реальности. И, как бы, чем больше точек контакта с этой реальностью в твоем субъективном мерке, тем ближе он становится к объективной реальности. То есть, по факту, каждая ошибка, каждый вот этот хороший лещ, который тебе прилетает из-за того, что ты там что-то сделал, граблей по лбу получил, да, и такой, о, не надо так делать, а он тебя учит, но с одним условием, если ты сможешь осознать и отрефлексировать этот момент, ну, как ты осознаешь свою ошибку и скажешь, так, что здесь дело не так, почему мы здесь оказались, да, ты не можешь этого сделать, потому что тебя научили, что ошибаться нет, и ты такой, я не ошибался, вокруг дураки, это вот, и ты такой, знаешь, вот просто берешь эту вот палочку, знаешь, как вот эту, ракуле детскую, как воду ищу, да, и такой, так, ну, сейчас я буду, о, он виноват, а почему, слушай, ну, знаешь, что меня постоянно отвлекал, я в итоге запутался и сказал неправильно, нет, ты отвлекался, начнем с этого, да, думаю, сказать, братан, пожалуйста, не отвлекай меня, ну, то есть, я хочу донести то, что вот это очень сломанная хрень, из-за этого все, там, люди сидят, пассивничают, не могут предложить, хотя сами знают решение, потому что им кажется, что решение достаточно умное, опять же, к твоим парням, о которых ты рассказала, и поэтому я промолчу, в итоге сидит, там, шесть человек не может придумать решение, сидит, там, седьмой, и он кажется, что он глупый, поэтому он промолчит, да, Глеб, Звата, у меня просто багет на это, как человек, который интересуется нейрофизиологией, могу сказать, что это не просто нездоровая фигня, это общечеловеческая нездоровая фигня, современная нейрофизиология не знает, как работает память, но есть гипотеза, что нету никакого детского или взрослого мышления, там нет никакого возраста 18 лет, когда вот все закончилось, формироваться префронтальная кора, детские какие-то патерны упали, как озимые, и личность стала взрослой и рациональной, и зрелой, нет, вот чему человек обучился, он ровно то поведение и будет проявлять, что там нету ничего, кроме того, что человек видел и слышал, нет никакой врожденной логики, нет никаких встроенных в мозг механизмов логики, и если человеку в детстве что-то научили, то далее во взрослом возрасте эта информация может дополниться, может расшириться, но она, скорее всего, никуда не денется, потому что есть, к примеру, страшная гипотеза, что после того, как случилось long-term potensation, оно там длится до 10 лет, далее мозг уже не может эту информацию вычеркнуть, забыть и перетереть, он может только достраивать что-то поверх, то есть там нет такого, взяли и заменили один шаблон в другой, нет, у нас есть какой-то детский шаблон, вот, и он будет использоваться, пока мы наверх него не наляпаем еще десяток других шаблонов, и более того, потом вот эти вот 10 наляпанных поверх, они будут просто статистически чаще использоваться, а то, что в детстве оно мейлировалось, поэтому в состоянии стресса, например, оно будет фолбекаться к какому-то наиболее мейлированному, да, и вот самому-самому низкоуровневому, что там образовалось в первые несколько лет. Гриш, ну ты говоришь, что мы существа социальные, соответственно, вот эти вот детские такие поломанные шаблоны, они имеют меньше шансов проявиться в атмосфере, где так просто не принято. Не принято, если вы построили корпоративную культуру, где не принято быть токсичным, не принято сидеть в своей башне и слоновой кости и утверждать, что я синий инженер, делайте мне два раза кул. И я хотела, я вот слушала вас, вспомнила историю про то, что мне лучше всего работалось в одной организации, где была, я не постесняюсь это на камеру сказать, мы это называли долбоеб калчер. Она, значит, означала, она означала, что, да, как бы не стыдно сделать ошибки, не стыдно говорить глупости, не стыдно что-то там ломать, не стыдно быть таким, какой ты есть. И тебя как бы за это примут, поймут, нет, ну там, может кто-то с кем-то поругаться, но как бы право на проявление себя, то есть своей агрессии, оно у всех одинаковое. То есть нету там какой-то начальник, который там начальник, а ты дурак, соответственно. Или там какой-то сеньор инженер, который там сеньор инженер, а ты дурак. Вот, и это было классно, потому что это приводило к быстрому решению проблем, к быстрому поиску решений, к быстрому росту. В общем, все происходило быстро. И, в общем, это был такой творческий немножко ковардак. Но в нем, в этом ковардаке, очень быстро находились эффективные, протаптывались эффективные дорожки. Это было классно. Я рада, что у меня был такой экспириенс. Но это все надо выращивать. Да. Да, я еще тоже хочу добавить сюда немножко. У нас тоже достаточно такая расслабленная атмосфера, в плане, что у нас нет каких-то сковающих факторов, типа все в рубашках, материться нельзя, и так далее. И более того, даже при найме, когда ты начинаешь собеседовать, есть такой приемчик, приходит человек, думаешь, блин, вроде прикольнее. И вот, как сказать, мы все понимаем, что ты переходишь на мат, переходишь на какие-то, расслабляешься, можешь спустить какую-то шутку, когда у тебя повышается уровень доверия к собеседнику. Ну и в целом, опять же, вот эта доверительная среда нам больше нравится, чем корпоративная, что это. Днем я там корпоративно служу, а ночью я там по клубам гоняю, там везде уиии, там тусуюсь на каких-то там, не дай бог, там лошадка кинки-пати, да, и вообще совершенно другой человек, какая-то вот эта полная твоя личность, да. Наоборот, хорошо, когда человек такой какой-то, он есть перед тобой в работе, потому что так комфортно как бы всем, и, как ты правильно говоришь, быстрее процессы делаются, потому что это все не прячется. Вот, и вот есть хороший прием на собеседование, по возможности, да, ну, зависит от ситуации, там пару раз матернуться, и вот бывает такая штука, там приходит, чувак на собеседнице сидит, вот, ты что-то общаешься, общаешься, он такой, бля, и он такой, хорошо, и он его прям расслабляет, и ты понимаешь, что там вот этот, типа, чувак, грубо говоря, ну, как бы принадлежит этой среде, да, если там, ну, ему наоборот стрёмно, а такое очень редко бывает вообще, потому что, ну, типа, люди, которые боятся крепких словечек, это, правда, люди очень сильно травмированные в детстве, это которых заставили зачем-то бояться слова писька, писька, секс, понимаешь, вот слово, от которого потеют бабушки, почему, это отдельная история, ну, это такое воспитание, да, и на самом деле это очень, как сказать, это коробочное, зашоренное воспитание, это, как бы, типа, запретные темы, да, хотя, ну, на самом деле это неотъемлемая часть нашей жизни, да, и это очень, как бы, нездоровая штука, да, если хочешь, нездоровый коллектив, да, с нездоровыми проблемами, вводи троскод, запрещай говорить любые, там, о которых, не знаю, даже, ну, что, я ему что-то придумал, как двойственные слова, то есть затабуируй, обложи там всякими запретами, и у тебя будет очень, как бы, токсичный коллектив, потому что сама эта ситуация, она будет, как бы, ну, вот, не знаю, как-то вот я это так вижу, короче, это еще у меня неподуманная мысль, видишь, как она плохо выражается. Да не, она прекрасно выражается, на самом деле, сразу вспоминается 10 разных кейсов, вот, допустим, бывают люди, они, подчеркнуто, корректно, они спрятали вот от себя все эти запретные темы, они сами себя это запрещают, они запрещают это другим людям, то есть порой, причем весьма токсично, и когда ты такого человека спрашиваешь, слушай, ну, а что плохого случится, если вот мы там будем говорить слово писька, на рабочих совещаниях человек впадает в ступор, потому что, как бы, у него вот, он сталкивается с ситуацией, что на самом деле того человека, который его накажет за это, его нет. Ну, да, потому что... но как же так, он же всю жизнь себе это запрещал. те вещи, о которых говорит Григорий, тут надо еще учитывать, да, что это же все закапывается глубоко, да, который запрещал, уже нет, мама, бабушка, папа, дедушка, тебя уже не поругают, но они у тебя там внутри где-то скрытой фигурой, так сказать, да, стоят над тобой, фактически, ну, они у всех нас где-то там внутри какие-то скрытые фигуры, да, во всех нас они есть, но вопрос, какие они, и как мы с этим живем и работаем. Кстати, на тему того, что говорил Григорий, мне вспомнилось выражение, которое я прочитал в одной книжке, называется «Полимпсест человеческого мозга». Как? «Полимпсест человеческого мозга». «Полимпсест» — это такое, как сказать, художественное, археологическое выражение, означает произведение, которое было нарисовано поверх затертого другого произведения. «Полимпсест человеческого мозга». Соответственно, да, вот так вот, так это происходит и в нашем мозгу. Глеб, я вот чуть-чуть вернусь обратно в русло нашей основной темы, хотя, в принципе, мы с тобой вначале говорили, да, наша главная фишка — это то, что у нас свободный диалог, и мы можем от основной темы отходить куда угодно. На Russian Python Week, наверное, будет не так, мы чуть-чуть будем держаться регламентом, но здесь можно говорить свободно. Но все-таки, вот ты говорил, как у тебя получилось там, фактически хорошо у тебя все получилось перейти на удаленку, а как это вот сложилось в целом внутри компании? Как это отразилось в целом на компании? Вот, опять же, Гриша говорил, что в Eurone эти вещи, они, собственно, ну, как бы зашиты в ДНК, как бы говоря, да, и компания Eurone существует давно с этим, кстати, стэком, да, там, для общения, для какого-то взаимодействия удаленщиков. У вас чуть-чуть по-другому? Как вы решали эти задачи? Слушай, у нас оно очень спокойно прошло, потому что у нас нету там никаких ограничивающих факторов, знаешь, там, типа, наш доступ на сервер только из офисов. Только из локалки. В локалку нет VPN. Хочешь VPN, там, пиши индусам, через два месяца тебе зовут аккаунт. Да, вот этого всего бреда, да, корпоратив у нас нет. Мы маленькие, у нас 25 человек, мы гибкие. То есть мы менялись в течение дней, да, когда мы были еще совсем молодыми, там, у нас было 7-10 человек, мы менялись в течение часов. поэтому, таким, как вы, вообще просто с этим, да, чуть-чуть-чуть приседал, там, пропилил нужные доступы в течение дня, и вот уже все могут развиваться. Ну, по сути, и так общение происходило в мессенджерах, мы и так пользовались. Да, слайки какие-то, тележки для оперативного, слайки для общего, всякие там, выбискампы, гетлабы, вот эти вот, всякие ноушены, ну, то есть ты, как бы, ты и так уже был диджиал компанией в этом плане, да, ты цифровыми методами, как бы, создавал, да, поэтому тебе просто, ты просто, ты начинаешь дело просто с другого места, и все. Это, знаешь, была такая клевая шутка, типа, как называли позицию человека, который произвел диджиал трансформацию с компанией, да, СТО, CDTO, COVID-19. Вот позиция, да, это хорошо. И, кстати, действительно, вот эта самая диджиал трансформация, она, ну, случилась на деле, да, как бы, они просто очень часто говорят, у нас там, диджиал трансформация, многие крупные компании страдают, некогда там, вроде от этого, называют там, какими-то громкими словами инновации, вот это все. А по факту, с аналитику приточили. По факту пришел ковид и такой, ну-ка, ну-ка, чего у вас тут с трансформацией, покажите мне. Ну, это лютый буст вообще, на самом деле, вот мне кажется, вот все эти события, это лютый буст, потому что государство, все, да, это, мы же понимаем, что любое государство это большая, сложная машина, да, действующая по регламентам, да, она полностью, ну, как бы, она стремится быть объективизированной, да, не завязанной на людях, то есть, как бы, функции, это и есть процессы, вот ты вот все это выстраиваешь, да, и она очень долго поворачивает, вот как каждое государство, кроме двух, у нас в мире такое, бах, разбирайся, что, и оно начало разбираться, а как, что делать, это на самом деле очень круто повлияло, и на государство, на все, то есть, там даже банально документы оборота какие-то, какие-то, теоретические моменты, там нужно очень много все подготовить, чтобы оно реально в полной мере работало, ну да, и я даже прочитал, что какие-то изменения в трудовом законодательстве, чтобы, типа, легализовать удаленку, оказывается, она еще была нелегализована, я бы сказал так, она просто, просто не была продумана в рамках правового поля, ну, не было такой необходимости, потому что частные случаи какого-то фриланса, или частные случаи удаленной работы на постоянной основе, да, они такие, ну, короче, я тебя оформлю просто как-то в офисе, мы все знаем, что ты там, все, вопросов нет, договор примерно составлен и отлично, грубо говоря, да, то есть в этом не было необходимости, а сейчас как бы мир... Ну да, сейчас уже в договоре там писать, там, был там с 10 до 6 на рабочем месте, ну, грубо говоря, да, вот, и это на самом деле очень прикольно, как это все, как все на это начали реагировать, как правительство начало это реагировать, большие компании, да, но опять же, компания, я не знаю, в целом, типа, у них проблемы скорее больше с безой, да, то есть, если говорить о разработках, плюс-минус, они все уже работают, ну, им не важно, откуда работать. Вопрос лишь в том, допустим ли у тебя во внутренний, там, тестовый контур, например, да, или считают это неверно. Ну, это, я говорю, какие-то банки, или в каких-то больших компаниях. Ну, да. Ладно. Я на самом деле... К слову о крупных компаниях. Да, к слову о крупных компаниях и диджитал-трансформации. Мне кажется, что вот диджитал-трансформация, там, в интерпрайзах, она как раз упирается вот в эту вот разность культур за регламентированных таких и таких более стартаперских свободных. И вот, я даже не знаю, много ли у нас на рынке примеров больших компаний, которые сумели вот успешно эту трансформацию пройти. Ну, не Сбербанк, именно... Мы говорим не IT, да, то есть мы говорим... Не, хотя бы для начала IT, ну, там, есть тут же Сбербанк, да, который пытается быть там модным. Как бы IT. Да, как бы мы IT модным молодежным, но все равно там есть еще куда идти, скажем так. Скорее всего, там многие годы будут еще куда идти. Вот. Ну, не знаю. Ну, так или иначе, да, нас все эти события последних лет подталкивают действительно к каким-то изменениям. Опять, что у вас и случилось. Так в итоге, что же получается? У вас все произошло так легко и так просто. У вас, кстати, где? На Берсениевской набережной, да? На Берсениевской переулок. На Берсениевской переулок. То есть рядом... Вы, это, были соседями, да, какое-то время, но не знали об этом. Да, хороший район, хороший район, да, когда-то Digital October был прям таким центром вообще всей этой жизни. Когда ты там работал, да, и ты там работал. Интерактивное телевидение, все вот это. Берсениевская, дом 6, корпус 3. Да, да. Мы курсы свои, собственно, стартовали, да, на Divorcusi на 9 сентябре. Мы сейчас уже в других локациях Divorcusi проводим. Точнее, извините, не стартовали, а в какой-то момент мы пришли к тому, что эта локация для нас там тоже там самая подходящая была по временам. Но в итоге, что вы все, вы отказываетесь от офиса? Нет, мы в нем вернемся. Слушай, вот... А, ну так, где же пиво пить по пятницам? Извините. Во-первых, во-первых. Да. Нет, самое... У нас самый кайф, вот, типа, например, мы там сейчас ездим, хотя вот там у половины точно никакой необходимости нету, да, вот прям вот... Ты просто приезжаешь, чтобы там сидеть поработать, потому что, ну, типа, дома просто, ну, тяжело сидеть постоянно дома, раз. Вот этот ритуал, там, душ, кофеечек, транспорт, медитация в себя, пока едешь, там, да, походить. Ну, то есть это... Без этого сложно, без этого не круто, вот, поэтому мы катаемся, да, то есть мы не сидим там пять дней, да, потому что это просто не нужно никому, да, но там, я там, если я не съезжу два дня в неделю в офис, просто я начну тупнуть, потому что, несмотря на то, что якобы тот еще сыч, я могу реально сидеть все выходные, просто влипать в игры, допустим, изолироваться, да, там, ну, я не могу это делать постоянно, да, я, у меня, у меня кукуха поехала, там, где-то на седьмую неделю изоляции, да, я уже перестал понимать, какое время отсюда, какой день, что происходит, знаешь, ты начинаешь теряться, потому что из этого всего... А зачем? Интересно, у меня жена, мы оба работаем, на самом деле, на удаленке, моя жена репетитор, преподатель русского языка и литературы, ну, еще она у меня писатель, руководитель сообществ, дизайнер, вот, видите, вот так вот, вот такая вот у нас штучка сделана нашими, как сказать, собственными дизайнерами, вот, но, в общем, в основном ее часть времени посвящена репетиторству, и когда вот у нее идет, там, учебный год, группа, там, где ребята у нее занимаются, она говорит, я помню, различаю, там, какой день недели по тому, кто у меня в этот день занимается, вот, когда у нее наступают какие-то, там, условно, каникулы, там, детей становится меньше, она говорит, где я начинаю уже тоже теряться в днях недели, вот, что я просто, это вот тоже нездоровая штука, типа, надо ходить, этого не хватает, вот, когда сидели дома, например, там, можно было ходить в магаз, что я делал, вот, созвон, ну, полчаса, ну, вот, я просто, вот, от магаза дам, и от магаза дам, и, правильно, просто, ну, общаюсь, вроде нагулялся круто, как-то, ну, типа, кровь погонял, стал лучше, ну, не знаю, ну, я понимаю, это в какой-то степени, ну, фактически, вот этот недостаток новых, новых причин, по сути, да, потому что, ну, когда ты едешь, там, в офис на работу, ты там смотришь по сторонам, там, птичка пролетела, там, собачка пока полаяла, в общем, твой мозг получает какие-то новые стимулы, психиатры называют это поисковым поведением, Moscow Python, подкаст для тех, кто любит нейрофизиологию, вот, чайки, так сказать, да, поисковое поведение, действительно, понятно, ну, то есть, вот, да, для этих целей у вас, как бы, офис остается, но, в какой-то степени, это больше психологическая, такая, некая, мотивация, чем, с точки зрения эффективности работы, то есть, вы поняли, что можно эффективно работать в программе? Ну, в разработке точно, да, то есть, вот, я не скажу за ребят, которые дизайн рулят, потому что, все-таки, те, дир, да, и за разработку там точно можно, вот, предложил, с собой некоторых, очень там небольших, да, что просто ребята, они должны быть тупо лентяями, да, их надо в должной мере вовлекать в сам проект, чтобы не было ощущения, что они такие, я не понимаю, что от меня хотят, мне показали дизайн, и даже не прислали, они такие, вот такая вот задача не работает, то есть, если вот это задача, чуть-чуть условий, то она работает, но эти условия, это гигиенический минимум, который ты будешь и в офисе делать, вот. С точки зрения найма, как ты смотришь, ну, то есть, вы нанимали все-таки, я так понимаю, больше людей, которые живут в Москве, в офисе, да, и при этом, если они уезжали, вы с ними могли продолжать контактировать, вот, как ты говоришь, в последнее время, но основа была найм в офисе, теперь думаете ли вы о том, что, например, подобной компании Neuron, вы сможете нанимать людей по всему миру, как бы буквально? У нас началось, был первый прецедент, вот, когда нужно было срочно найти достойного представителя Angular Community, который понимал, что такое программирование, да, это проблема Angular, что у него порог вход есть, да, и те, кто еще на этом пороге стоят, с ними сложно, их можно протаскивать, но нам нужно, кто за этот порог уже перешел, понимаешь, что такое программирование, все остальное, так, скрипт, все это, прекрасные вещи, короче, вот, и, ну, полтора недели поиска, не нашлось что-то в Москве кандидата, но был очень плохой парень из Владивостока, вот, раз уж вдален, то он прям, из максимально удаленного, да, от нас, location, вот, ну, и, короче, созвонились, пообщались, круто, клево, в башке порядок, чувство вовлечения, ну, ты как бы понимаешь, что у парня все в порядке, если он еще и сам может работать до глубокой ночи, да, привет, то совсем хорошо, скорее наоборот, у него утро начинается в 4 утра по-нашему, там все, у него на 7 часов раньше все происходит, вот, так что, да, так что, ближе к 8 вечера, если он и есть, то он там уже соленый, по полной, вот, ну, и, короче, ну, как-то получилось, все нормально, да, но это уже такая вот момент, как я говорил, да, что сначала поработали удаленно с ребятами, с которыми ты привык работать, ты начинаешь что-то понимать, да, что тебе нужно, и ты уже можешь как-то найти и продолжить, и ты можешь найти и продолжить уже это с ребятами, с которыми ты ни разу не работал, вот, ну, и сейчас мы это уже намного активнее стали практиковать, то есть мы сейчас тоже там пару разработчиков сейчас нанимаем, уже спокойно удаленно, потому что нет вот этой необходимости быть в офисе, может быть мы чуть повзрослели, Может быть, на это еще повлияло то, что появились какие-то в плане технической экспертизы ребята, которые могут самостоятельно вести все дело, управиться. Мы же маленькие, да, это важно, надо это помнить, да, что, типа, для тех, у кого 500 разрабов, и я сейчас скажу вещи, скажешь, блин, ну это же глупость, ну, конечно, у нас все это есть. У маленьких такого нет, да, и, то есть, например, раньше, там еще какое-то не очень далекое время назад, любая вещь, которая не может сделана быть ребятами, она автоматически, как бы, всплывает тебе, да, ну, потому что ты, как бы, ты единственный, там, последний крайний, да, ну, типа, СТО, тех лид, тем лид, сеньор помидор, как тебя еще там еще назвать, там, ты еще должен что-то, иногда помочь, от манджерит, то есть, очень много функций тебе всплывает. HR. Да, HR, да, да, вот, и вот, наверное, это тоже страх, а что, если придется, там, да, вот, придет чувак, и вот два часа в день нужно будет ему уделять еще и удаленно, что-то, как ты будешь здесь поступать, да, и вот ты начинаешь этого бояться, нормальная тема, ты будешь, ну, плюс еще неизведанная. Когда это стало изведанное, когда появилась возможность вообще не участвовать в проектах самостоятельно, да, и они будут делаться сами, ну, не сами по себе, именно что, они будут делаться с ребятами в отрыве от тебя абсолютно автономно, да. Вот, например, там, я знаю, сейчас мы там выиграли крупный тендер в одной крупной компании на полтора года, я вообще в нем не поучаствовал, я созвон, два созвона с клиентом, с разработчиками, да, ну, просто обсудить, как бы, ну, типа, детали, скажем так, лицом появиться, да, чтобы могли задать вопрос, типа, ой, Глеб, слушай, а вот, а что с этим? Ну, потому что тебя знаю, да, как бы, это тоже такое, может быть. Ну, нет, сказать, что не нужно, типа, в этом перестала необходимость быть и участвовать, да. Ну, я как раз про это говорю, твоя задача быть лицом, ты, собственно, вот, собственно, чем ты сейчас и занимаешься у нас, ну, да, с клиентом, да, а с ребятами быть тем, кто, как бы, грубо говоря, тех лиц, что подскажет. Они говорят такие, выбери, ты говоришь, это хорошо, они говорят, а вот это мы не знаем, ты говоришь, вот, вот, ну, и все, и ты уходишь. И вот раньше такое было невозможно. И как только вот подобная ситуация сложилась, сразу у тебя получается, что ты можешь, там, и удаленчик нанять, да, и никаких проблем с ним не испытывать, потому что сразу кто-то из коллектива подхватит. И вообще мы стали происходить так, что у нас все работают в парах, у нас вообще нету, ну, у нас есть один разводчик, который работает не в паре, наверное, сейчас не по парам, то есть есть, грубо говоря, там, middle, да, или кто-то подходит к middle, да, и ему в пару дается джун. То есть, как бы, и получается, что чувак может меньше делать рутины, уже для него старшую рутина, и заниматься сложными вещами, первая вещь. Вторая вещь, новичок, который пришел, он получает вот эту рутину потихонечку, она на него делегируется, он говорит, о, круто, потому что для него это не рутина, для него это рост. То есть, получается, все, наверное, растут. Плюс тот, кто стоит в авангарде и тащит за собой, да, он еще прокачивает навыки менторства, небольшие навыки управленческие, навык объясняет, там, да, вот это вот все, да. Ну и, короче, везде одни плюсы. Вот такая вот сейчас модель, она очень классно работает. Это, кстати, да, интересно. Мне интересны разные модели, так сказать, интегрирования джунов в компанию, потому что мы, конечно же, как создатели курсов Learn Python, наш девиз джуны нужны. Если вам нужны джуны, пишите нам. Вот, у нас их есть немножко. Вот, и это очень интересно, потому что, да, разные компании по-разному это делают. Я бы сказал бы, разные компании, как правило, этого не делают, что-то, на самом деле, очень странно. Да, ну вот, например, про компанию Scant мы уже упоминали, что у них есть там специальная отдельная история, это инкубатор джунов, так называемый, в который сыпятся там задачки с разных команд, и они их делают. То есть, это вот такой подход, когда джуны как бы отдельно существуют, да, вас, наоборот, вы джунов прикрепляете, так сказать, к ментору. Это тоже интересно. Ну, а джуновое существование, это что, они, это просто песочница? Ну, мы сейчас не будем сильно углубляться, про это у нас был подкаст с Сашей Куликовой, если кто-то хочет, может посмотреть. Я думаю, мы в это прям в детали уходить не будем, тем более, что, скорее всего, многое могло измениться, и, может быть, я еще что-нибудь навру. Ну, кстати, да, вот в компании Scan, где мы сейчас сидим, они же тоже по большей части работают удаленно, и у них очень часто вот возникают вот эти вопросы. И, кстати, тоже, ну, это действительно сложно. Мне кажется, с джунами вообще в целом сложно, потому что им нужно больше любви и внимания. Ну, да, да, втягивание джунов удаленно – это отдельный вопрос. У нас, опять же, один из наших подкастов о том, как наш выпускник устроился стажером на Go, то есть он закончил наши курсы Learn Python и там только начал там как-то что-то входить, какие-то другие языки, и его взяли стажером на Go в компанию Wildberries, и при этом это было в самом начале карантина. То есть это вообще как бы отдельная история. Надеюсь, у него все сейчас в порядке, и он уже не стажер, но да. Ну что ж, Глеб, это было интересно, это было увлекательно. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, вам также было интересно нас слушать и смотреть. Продолжение или там другой взгляд на удаленку также от других экспертов вы можете получить на Russian Python Week, который пройдет с 14 по 18 сентября в онлайне. Глеб там также будет присутствовать. И, конечно же, если это ваша тема, обратите внимание на Frater.conf, который пройдет в онлайне в конце сентября. С вами сегодня были Григорий Петров, Деврел, компания Evron, Евангелист Moscow Python, Злата Буховская, Team Lead, Евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домровский, сооснователь Moscow Python and Dry Labs. С нами сегодня был Глеб Михеев, СТО-основатель компании Beta и руководитель ПК Frontend Conf. Все это происходило в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое. При поддержке курсов Learn Python на конференции Moscow Python Co-Fresh Python Week. Ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.